Новые волны мобилизации пока не намечаются. Тем временем в Украине стартовала осенняя призывная кампания. Принцип отбора юношей на срочную службу претерпел ряд изменений. Кого теперь будут призывать, на какой срок службы и в какие рода войск, как изменились условия службы по контракту, одесским журналистам рассказали представители областного военного комиссариата. Призыву на срочную службу теперь подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Срок службы во всех родах войск, и на флоте, и в воздушных силах, и в сухопутных войсках стал одинаков полтора года. Но те призывники, у кого есть высшее образование, будут служить всего год. За теми срочниками, кто работал на государственных предприятиях, сохраняется среднемесячная зарплата. Отправки в части запланированы в период с 3 ноября до 20 ноября. Стоит сразу заметить, военнослужащие срочной службы не будут направляться в зону проведения антитеррористической операции. Охранять спокойствие государства на передовой – задача контрактников и призванных по мобилизации. План по набору контрактников в Одесской области выполняется. «Видебрати и направити до військовых частин Збройных сил Украины 360 человек. На сегодняшний час плановое завдание выполнено на майже 90%. Уже сейчас видно, что процент тех, кто идет на контрактную службу, постоянно увеличивается. Государство приготовило для контрактников ряд изменений. С января 2016 года они будут получать уже другую зарплату. Контракт охотно заключают и женщины. 30% или около 100 представительниц слабого пола пошли в армию в отчетный период. Стали финансистами, медиками, деловодами, бухгалтерами. Однако специалистов по некоторым специальностям все равно не хватает». «Сейчас армия и срочная служба меняются, говорят специалисты. Закаленные в боях вооруженные силы и солдаты больше не дармовая рабочая сила. Служить снова почетно». Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».